Тор Священник Николай Балашов Ермонахна Фанаил Судников Книга Для Слова Божия не туз 2 Тимофея 2.9 Православный христианин В тюрьме и на свободе Издание 2 Дополненное Барнаул 2010 год Страница 370 Заголовок Придите, поклонимся Меж колосев и звезд Или год спустя Ах, душа моя косолапая Все было так же, как год назад Опрокинутые в июльский зной Для поля пшеницы Уже выбросивший колос Пыльный проселок Хмельные тысячелетние Запахи трав Вот и знакомый Уже восьмиконечный Православный крест На высоком шесте Вместе с радостными возгласами И детским восторженным визгом Нас встречает чистый Долго плывущий В полях Голос Не весь Где раздобытого Колокола И лагерь отдыха Для детей верующих Был Таким, каким Увидели мы его В прошлом Августе Смотри Молодежь Алтая От сентября От сентября Восемьдесят девятого Года И устроитель его Православный Христианский Проповедник Игнатий Лапкин Все такой же Все те же у него Кирзачи Борода Худые плечи На которых Повисли заботы И пятьдесят Прожитых лет Несколько из них В лагерях За веру Впрочем Кое-что изменилось Если минувшим летом Мы застали В лагере Около Трех десятков Отдыхающих То нынче в нем Около Семидесяти Обитателей От трех Четырехлетних Карапузов До старушек Божьих Одуванчиков Да и сам Лагерь Стал другим Вместо Прошлогодних Шалашей И палаток В ограде Высятся новые В кавычках Кельи Деревянные Каркасы Обтянутыми Армейскими Палатками Военные Помогали Поясняет Игнатий Тихонович Зимой Много выступал В разных Аудиториях В том числе И среди Военнослужащих Это Игнатия Латкина Который водит Нас по стану Показывая Хозяйство Узнаем Что поздней Осенью Прошлого года Когда лагерь Уже пустовал Кто-то Разгромил Его до основания Разметали Хлипкую Ограду Повалили Столбы Уничтожили Шалаши Даже скамейки Вкопанные У пруда Выдрали Из земли Кое-что Сожгли Было это После публикации В молодежи Алтая Не будем Строить Догадок Мамонтовская Милиция Пытавшаяся Разыскать Хулиганов Судя по всему Махнула На это дело Рукой И действительно Если бы Госимущество Было Попорчено Или Чье-то Личное Например А так Подумаешь Верующие Переживут Не только Пережили Отстроились Вновь С еще Большим Размахом Отремонтировали Баньку Почистили Родники Колодцы И опустили В них Дощатые Срубы Врыли Погреба Холодильники Для продуктов За оградой Стана Поднялись Высокие Качели На перекладинах Укрепили Канаты Кольца Вновь Расчистили Площадку Для городков Ребятишки С удовольствием Гоняют На двух Велосипедах Кроме Этих Еще Сияющих Свежей Крапивой Машин Все Вновь Сделано Руками Насельников Этого Степного В кавычках Монастыря Поистине Цитата Мы неизвестны Но нас узнают Нас почитают Умершими Но вот Мы живы 2 Коринфянам 6-9 Отчего Не первый год Уже уедут сюда Десятки людей С Украины Из Казахстана Грузии Со всей Сибири Ну Пацанва Понятно Им В большинстве Горожанам За счастье На пару недель Окунуться в эту Испоконную Глушь Солнце Пруды Грибы Ягоды Волю А взрослые Да знаете ли вы Сударь Знаете ли вы Что это значит Когда уже Некуда больше идти Бедный Бедный Мармеладов Похоже Мы знаем Но не знаем Не умеем Жить в условиях Когда уже Некуда Больше идти Не потому ли Одни в пьянку Другие в цинизм А иные Немногие Постиг же И лишь Одну Проклятую Истину Что-то Несытое Чрево Обещано нам На вечный Голод Духа Эти иные Сюда В мудрый Пустой Иные Сюда В мудрый Пустой Простор Рассказывают Однажды Сталин Поинтересовался У выдающегося Специалиста По гнойной Хирургии Воина Ясенецкого В клире Архиепископ Верит ли Тот В душу Получив Утвердительный Ответ Вождь Всех Времен И народов Спросил Вскрыв За свою Жизнь Столько Тел Встретили Ли Вы там Хоть Однажды Душу Хирург Священник Ответил Вопросом А вы Верите В совесть Сталин Подумал И сказал Верю Так вот Я Вскрывший За свою Жизнь Столько Тел Совести Там Тоже Не Встретил Не потому Ли Уже Не первый Год Не пустеет Степной Лагерь Не потому Ли Едут Сюда Люди Чтобы Здесь Дали От задыхающегося Бьющегося В конвульсиях Мира Прислушаться И расслышать Наконец Свою Болящую Душу Заголовок Жертва Вечерняя То Болишь Душа Кровью Капая Закат Умирал Последние Клочья Багряной Его Площаницы Роняло Небо В русский Рассист Рассистый Простор Отсюда От этого Восьмиконечного Креста На три Стороны Света Назнич Лежала В омгле Измызганная Обворованная Растерянная Мать Сыра Земля Великая Россия В густеющих Сумерках Плыл Чистый Грустный Напев Священник Отец Наум Приехавший В лагерь По благословению Грузинского Патриархии Ильи Второго Служил Вечерю Чуткий Покой Первые Робкие Звезды И суровый Темный Лик Спасителя На крахмально Белом Снегу Аналоя Глядя На Истово Крестящихся Бьющих Поясные Поклоны Подростков Кажется На минуту Что сложный И огромный Мир Уже Не Лежит Во зле И Цитата Теперь Пребывают Эти Три Вера Надежда Любовь Но Любовь Из них Больше Миром Шурови Здесь Злоба Злоба Зависть Нынче Праздник Праздник Всепрощения Жертва Вечерняя Пусть Идут Сюда Все Кто Когда-то Солгал Мне Или Предал Меня Кто Клеветал На Меня И Обкрадывал И Желал Мне Зла Разве Каждый Из Нас Не Есть Сам По Себе Храм Разве Каждый Из Нас Не Вместилище Земных Мезостей И Высокого Чистого Духа Будем же Открыты Друг Другу Как Скрытые Вены Придите Поклонимся Вместе Заголово Пути Перепутья Кровью Капая В Пыль Дорожную Вы Разрушители Ковыряющие Ржавым От Крови Ломом Паперть Нерукотворенного Храма Разве Вы Разрушая Не Признаете Уже Этим Самое Существование Его Мнение В коридорах Власти А так же Там Где Надо По прежнему Однозначно Игнатий Лапкин Религиозный Экстремист Возомнивший Себя Пророком Переругался С официальной Церковью Не Уемен В Распрях С Властями Что ж С известной Точки Зрения Люди Обвиняющие Проповедника Во всех Смертных Грехах Правы Вот Вот и Уполномоченные Совета По делам Религии Лисенков Все так же Убежден Считая Лапкином Властолюбивым Фанатиком Авантюристом Одержимым Манией Величия Как он Сообщил Нам Свои Отповеди Присланы В редакцию В прошлом Году По поводу Первой Публикации О лагере Геннадий Иванович Выступая В краевой Прессе Со спокойной Душой Укалывает Молодежь Оттая За Поддержку И Защиту Религиозной Экстремы Но Сказано Ведь Что Ты Смотришь На сучок В глазу Брата Твоего Бревна В твоем Глазу Не чувствуешь Конечно Это Не только К оппонентам Лапкина Это И к нему Самому И ко Всем Нам Ко Всем Лапкин Жи И сам Не скрывает Своего Фанатизма И спрашивая Благословения У благочинного Всех Церквей Алтая Отца Николая Он По его Словам И спрашивает Благословения На борьбу Против Сергея И Сергеян То есть Против Самого Отца Николая Но Борьба Это Мирная Лапкин И Его Единомышленники Требуют Лишь Отправление Обрядов Строгого Следования Каноническим Апостольским Правилам Требуют Изгнать Торгующих Из храма Зовут К нестяжательству Но Ведь Это Было И Раньше Их Песеобразных Зверей Обличал А Никона Собаку Лаял И Как Раньше Лапкин Разделил Судьбу Авакума С Поправкой На Время Конечно Тот И Другой Не С Мечом Ведь Пришли У Того И Другого Было Одно Оружие Слово Влаж Как Стать Пользовалось Иным Как Старь Пользовалось Иным Но Нам Ли Судить Людей Если Мы Не Судьи С тобой Мы Вина Вина Это Ведь Не Нечто Абстрактное Отдельно От нас С вами Геннадий Иванович Мы Ее Вместилище Хорошо Бы Если Только Сталин Хрущев Брежнев Еще Кто Кто Были Виноваты Во Всех Наших Бедах В Нищете Нашей В Пустых Прилавках В Том Что Нет Праздников Янки В том Что В кавычках Девочки На вокзале Стоят От Восьмидесяти До Ста Рублей В том Что Это Ведь Нас С вами Мерзко Учили Покупать И Продаваться Молчать И Словословить Это Ведь Мы С вами Так же Мерзко Молча Учились Это Мы Столько Лет Колотились В дверь Которая Оказалась Всего Лишь Нарисованной На стене На обломке Стены Давно Уже Рухнувшего Дома Так О чем Жен Спор Наш Спор Геннадий Иванович Придите Поклонимся Вместе Заголовок Идущим Во след Не Случится Со Мной Невозможное Мы Поколение Уходящих Цветы Запоздалые Там Далеко Завтра Жить Им Двенадцати Пятнадцатилетним И вот Ей Новокрещенной Жизнерадостной Малышки Наконец-то Крещение Почва Для Завтрашних Светлых Садов Мы Ляжем В фундамент Грядущего Храма Но Строить Его Не Нам Они Завтрашние Придут Не Нарушить Но Исполнить Ибо Несытая Чрева Обещана Им Но Вечный Голод Духа Придите Поклонимся Матери Сырой Земле Будущей Великой России Ибо Близ Есть Грядущее Аминь А Черников Мамонтовский Район Молодежь Алтая Номер 33 От 10 Августа 1990 Года Заголовок Маленькая Искорка Возрождаемая Россией Очередной Репортаж Из Потеряевки Иоаким Тихонович Лапкин Нашему Появлению Возрождаемой Потеряевки Удивился Хотя И был В кавычках Визит Сюда Не Первым А Объяснялось Все Просто Накануне Прошел Сильнейший Ливень Возрождаемой Возрождаемой Потихоньку Тащил Возрождаемой Русский Русский Человек Хлопот Приносит Погода Дожди Дожди В последнее время Они Прямо Таки Затормозили Строительство Жилья Но Сидеть Сложа руки Здесь Не Привыкли Уже Готовится Место Для Прудов Планируют В будущем Заниматься Рыборазведением А вообще Потихоньку Помаленьку Пополняется Подворье Во всяком Случа Уже Прописали Здесь Пять Буренок Козы Три Лошади Кстати А вот Факт Свидетельствующий О том Что Кое Кому Не Нравятся Добрые Дела Потеряются В Одну Из Ночей Загубили У них Лошадь Воткнув Ей В спину Металлический Штырь Что Тут Скажешь Сейчас У переселенцев Еще Одна Забота На повестке Дня Убрать Выращенный Урожай Ведь Они Официально Зарегистрировали Крестьянское Хозяйство Выращивают На Восьмидесяти Гектаров Пшеницу Овес Свеклу Весной Помощь Оказал Совхоз Корчихинский И Теперь Есть Надежда На То Что Ближайшие Хозяйства Помогут Но И Препятствий Хватает Приобретение Стройматериалов Техники Нередко Бешеные Деньги Требуют Буквально Ни за что Хотя Дело Они делают Не частное А общественное Нужное Всем нам Не секрет Что У некоторых Подвижничество Лапкиных И их соратников Вызывает Недоумение Порой Даже Раздражение Мол Мало Ли Других Дел Выжить Сейчас А мы Тут В деревне Заброшенной Возимся Что Такие Рассуждения Можно Понять Если Жить Только Одним Днем Сегодняшним Игнатий Тихонов Считает Потеряевку Своего Рода Маленькой Искрой В общем Деле Возрождения России Но Искоркой Не тлеющей А разгорящейся Все ярче Ведь Главное Говорил Он Мне Не то Чтобы Мы Строим Сарай А то Что Мы Здесь Возрождаем Человека Человека Хозяина Своей Земли А не Временщика За Многие Годы Считает Он Мы Развратили Человека Навязали Ему Принцип Лишь Бы День Прожить А там Хоть Трава Не Расти А Иначе Откуда Быть Бедности На Богатой Земле Через Веру Через Труд Нам Надо Возрождаться И мы Это Делаем Вот Его Кредо Читателю Думаю Будет Не Безинтересно Узнать Что Летом Этого Года В течении Двух Месяцев Игнатий Тихонович По приглашению Епископа Илариона Из Нью-Йорка Из Нью-Йорка Находился В США Как он Сам Заметил Только На такси Проехал По Америке Около 15 тысяч Километров Смотрел Спрашивал Сравнивал Выступал С лекциями Вывод Они Сумели Сделать Так Чтобы Человеку Было Удобно В каждой Мелочи Своих Проблем И там Хватает Но принцип Забота О человеке Прежде всего Они Усуществляют На деле А не На Придорожных Стендах Шел Разговор И о возможной Помощи Со стороны Русской Диаспоры В Америке В возрождении Потеряевки Американцы Исходя Из горького Опыта Когда их Гуманитарная Помощь Бесследно Исчезала На просторах России Хотят Теперь Помогать Конкретному Делу Возрождение Потеряевки Они Таковым И считают Поездка Игнатия Тихоновича Сыграла В этом Немаловажную Роль Уже Сделаны Первые Шаги По созданию В Калифорнии Фонда Помощи А вообще Сама Поездка Впечатления Итоги Это Пожалуй Тема Отдельного Разговора Ждали Представителя Потеряевки В Канаде Но Игнатий Тихонович Отказался От поездки В эту Страну Просто Потому Что В родной Потеряевке Множество Дел Да Первый Этап Восстановления Поселка Уже Можно Сказать Прошел Что И Говорить Он Был Трудным Не Палили Духом Потеряевцы Нет Убежденно Прозвучало В ответ Никто Не Ждал Легкой Жизни А достижения Налицо Хотя бы То Что Дрогнули Сердца Людей Разве Этого Мало В Ритунске Снимки Владислава Галенко Совет Октября 17 Сентября 1992 Года Номер 112 Заголовок Сеть Вечная Добрая Страница 376 Со стороны Взглянешь Страх берет А дети Приедут Радостно Будет Так Начинает Нас Знакомить С лагерем Христианский Проповедник Игнатий Тихонович Лапкин У скаутов В Америке Дух Мирской А у нас Атмосфера Духовности Может быть Духовное Развитие Начинается В спартанских Условиях Лагерь Для детей Верующих Напоминает Мини Палаточный Городок Об эстетике Говорить Не приходится В палатках Деревянные Нары В два Ряда Русская Печь Где Девочки Пекут Хлеба Никаких Газовых Электрических Плит Обыкновенная Печка На которой Готовят Пищу Столовая Если она Заслушивает Этого Слова В нашем Привычном Понимании Выполнена Руками Проповедника И мальчиков Все довольно Примитивно Все сделано Из подсобного Материала Приезжают Дети Со всех Уголков Страны Некоторые Только Здесь Учатся Работать По-настоящему И в домах Священнослужители Растут Иждивенцы Есть девочки Которые до 14 лет Ни разу Пол не мыли А мальчики Не держали в руках Пилу Или топор Чтобы приготовить Обед Надо принести Дров Воды Вот так Начинают Приучать К труду Питание Питание В лагере Калорийное Вода Хорошая По качеству Шампиньонов Много Вокруг Чем Не мясо В лагере Идет физическая И психическая Закалка Лазание По канату И шесту Брусья Бум И другое Немудреное Спортивное Снаряжение Сделано Своими руками Предпочитают Дети Игры В лапту Мяч И другие Находятся Здесь Они Бесплатно Дети В лагере Не болеют Воспитание Идет Своеобразное Отдельно Девочки И мальчики В этом Выражено Стремление Сохранить В детях Послушание А девочкам Привить Стыдливость И целомудрие Приучают Детей К молитвенному Труду Ибо Считают Что Отлученные За все Годы От этого Люди Вообще Перестало Трудиться Кстати В лагере Существует Физическое Наказание Сейчас В Потеряевке Ждут Приезда Детей Самые Радостные Дни Настанут Как только Тишину Нарушат Звонкие Детские Голоса Было бы Труднее Организовать Детский Лагерь Если бы Не помощь Понимающих Сочувствующих Людей Потеряевцы Говорят Спасибо Директору Завода Резина Технических Изделий А.П. Прохорову Мастеру С.А. Фадееву И руководству Авиационного Училища Летчиков Благодаря Им Для приезжающих В село Есть возможность Поставить Еще Двадцать Палаток Игнать Игнать Тихонович Латкин Говорит На прощание Евангельскую Цитату Смысл Ее в том Если Сеяное Можно Сомневаться Взойдет Или нет А если Не сеяно То Не взойдет Точно Л Любивая Свет Октября 01.06.93 Года Иеремия 4.3 Ибо Так Говорит Господь К мужам Иуды Иерусалима Распашите Себе Новые Нивы И не Сейте Между Тернами Осия 10.12 Сейте Себе Вправду И пожнете Милость Распахивайте У себя На вину И во время Возыскать Господа Чтобы Он Когда Придет Дождем Пролил На вас Правду 1.0 Коринфянам 9.11 Если Мы Посеяли В вас Духовное Велико Лето Если Пожнем У вас Телесное Распахивайте